Телеканал Самара ГИС совместно с ветеринарным центром Флагман Вет продолжают уникальный проект Зоопатруль. Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра Флагман Вет спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала Зоопатруль расскажет о собаках, полностью ослепших по вине человека. Елена Гудалина как минимум раз в неделю приезжает из Новокуйбышевска в Самару к своей подопечной, собаке по кличке Ирма. Женщина познакомилась с ней еще в конце 2020 года по дороге на дачу. Спустя некоторое время она обнаружила Ирму, лежащей на обочине. В январе уже следующего года я увидела ее лежащей на обочине дороги. Я решила, что ее сбила машина. Ну, стала вот обзванивать клиники, везде отказы были. В конце концов мне посоветовали обратиться во Флагман. Ирме сразу сделали операцию. Выяснилось, что в собаку несколько раз выстрелили картечью в голову и живот. В результате Ирма ослепла. На тот момент она была беременна. Больше полугода потратили девочки в госпитале для того, чтобы научить ее передвигаться. Сначала это был метр, потом два, потом маршрут до двора. И сейчас она уже выучила полностью маршрут до парка. В парке неплохо ориентируется. То есть животные вполне способны ориентироваться без зрения. Но для нее вот этот момент доверия к человеку, это была такая еще одна большая ступень на пути к тому, чтобы вообще передвигаться хоть как-то. То есть она людей боялась чудовищно. Сейчас Ирма с удовольствием общается со своим куратором Еленой. По часу гуляет в Струковском парке и даже ослепнув на оба глаза, уверенно передвигается. Она очень послушна, она уже ориентируется хорошо в парке, знает дорогу. И в общем-то я ее даже с поводка отпускаю, она самостоятельно гуляет. Ну под контролем, конечно. Ирма охотно выходит на прогулку не только с Еленой. Она рада прогуляться и с другими волонтерами ветклиники. Со слепыми собаками зоозащитники обращаются особенно бережно. Чуть-чуть нужно быть аккуратнее, потому что она когда идет, иногда в столбики врезается, поэтому придерживать надо. А в основном так-то нет. Вот Ирма, именно Ирма, она умненькая, она уже маршрут знает, ласковая. С ней приятно гулять. Елена Гудалина пока не решается забрать Ирму к себе домой в Новокуйбышевск. В ее семье уже живет большая собака. Хотелось бы, конечно, мы уже говорили на эту тему, с мужем он не против. Но опять сложности, она боится спускаться по лестнице. Живем мы на высоком этаже, и часто бывает, что лифт не работает. В ветклинике живет еще один слепой постоялец. Пес по кличке Рыжик. Глаз он лишился также по вине человека. Когда-то его нашли лежащим в одном из гаражных массивов. Рыжика мы уже, скажем так, получили в наследство, когда принимали наш Козелковский приют. И здесь у нас уже больше, наверное, усилий было вложено именно на то, чтобы его немножко социализировать, научить опять же с человеком общаться, потому что ему этого общения очень сильно не хватало, и на момент, когда мы с ним познакомились, глаз у него уже не было. Специалисты ветклиники предположили, что травму пес получил, попав под машину. Удар был настолько сильным, что его глаза просто выпали. То есть от сильного удара он потерял оба глазных яблока. То есть глаз у него нет в принципе. Но Рыжик очень по характеру милый и покладистый, хотя у него тоже были такие проблемы с доверием, наверное, больше из-за отсутствия общения с человеком. Он очень ласковый, очень добрый, он со всеми находит контакт. Он очень забавно ориентируется в пространстве, то есть он тоже способен вполне гулять на поводке. Иногда его нужно немного подсказывать. Животные, которые потеряли зрение, это особая категория пациентов. Она сложна даже не с точки зрения восстановления глаз. Важно, как собаки будут жить после операции и реабилитационного периода. Особенно сложно в таких случаях добиться доверия животных, которые раньше всю жизнь провели на улице. Оказаться для них полностью слепыми – это очень тяжелый удар. Их социализация осложняется в десятки раз. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин